Жители массива коллективные сады под Симферополем так и не дождались строительства муссоперерабатывающего завода, который решил бы вопрос закрытия переполненного полигона твердобытовых отходов. Свалка, которую так называемый глава Крыма Сергей Аксенов обещал закрыть почти два года назад, продолжает расти и приближается к близлежащим домам. Полигон должен быть законсервирован с учетом того, что новые заводы по переработке твердых бытовых отходов начнут строить в 2015 году. Это записано в федеральную целевую программу. Я уверен, что этот полигон эксплуатироваться не будет. Дата заявления – август 2014-го. Март 16-го. Симферопольский полигон ТБО продолжает собирать мусор, а обещанной стройки так и нет. Люди жалуются, свалка опасна для жизни. Очень беспокоит. Во-первых, очень много собак бездомных из-за этого. В чем я вообще тоже опасаюсь, потому что набрасывается и на детей, и на взрослых, и мусор летит со всех сторон. Конечно, бы хотелось, чтобы мусора этого не было. Крымчане, которые живут рядом со свалкой, возмущены, что мусороперерабатывающий завод так и не построен из-за движения грузовиков, которые едут на свалку, разбиваются дороги. Так же, как и все, конечно, возмущаются, что нет. Потому что весь мусор идет, мы живем тут, и все идет к нам. Как ветер какой, вот сегодня ночью был такой сильный ветер, он все нагнал, опять все сюда. Как ездили, так и ездят. Вроде бы, как закрыта должна была быть, а так ездят. И вон, увидели сами, какая дорога разбитая. Вообще-то это они должны делать. А люди каждый день вот это ездят в автобусах. Детки маленькие, сами же видели, полные. Вот кто-нибудь пусть проедет в этом 14-м и посмотрит. Это еще, оказывается, давно-давно-давно Швеция, по-моему, говорила, давайте мы вам сделаем оборудование. Там даже есть, типа как домик такой. И будем вашу свалку в один момент разберем. Да, а люди взяли эти запчасти все, поукрадали. В общем, с деньгами что-то, видно, не могли договориться. Жители коллективных садов вспоминают, еще в советское время их обещали оградить от полигона. Однако вечная симферопольская проблема, городская свалка, так и осталась нерешенной. Теперь вот это было когда-то, еще при советской власти говорили, что эту свалку будет три ряда платанов, обсаженных круговую этой свалки, и два ряда, по-моему, орехов или еще что-то такое. Но до сих пор все садим, все выполняем и все. В январе уже 2016 года так называемый глава Крыма Сергей Аксенов вновь пообещал крымчанам покращение. На этот раз анонсировал строительство семи мусоросортировочных комплексов и пяти полигонов твердобытовых отходов. Сообщается, уже утверждено шесть инвестиционных проектов, для реализации которых необходимо 9,1 миллиардов рублей инвестиций, 171 гектар земли и 15,5 мегаватт электричества.